Мы здесь в целом брать довольно невыразительным в нашем исполнении первый тайм, когда сами себе, скажем так, на детских ошибках наиграли на мяч в свои ворота и более такой, может быть, агрессивный силу за счет перестроения второй тайм. И считаю, что победа заслужена наигральному победу, учитывая то, что последние два-три дня ребят настраивали только на победу в этой игре. Дякую. Прошлое запитание. Компати сегодня заслужили такую эротичную статистику в матче, с которой поступали, нарешті прорвали свою недачку чатку и поступали. Да, если целом брать до сезона, три поражения, одна победа. Давайте оставим за сколками предыдущий матч. Там был матч выбиршен наш. К сожалению, нам его не дали убирать. Я очень рад, что мы получились. Мы остались по всем принципам, по спортивному, не по спортивному. Команда осталась и сохранила прописку в шейбе в премьер-линии. Я считаю, что именно в этой игре, потому что у нас разница составляла, возле бенда, ликвидированность в семечках. Но если вернуть нам шесть и добавить этих три, то по спортивному принципу мы выше зерки. Какой настроение сейчас у вас и ваших предопечных после этой победы? Отпуск мы в отпуск поехали. Пан Тренер, а для львова сбережения месяца в премьер-линии, в веще-линии, это не досягнение? Я не говорю, что это досягнение. Давайте поменяемся местами и вернем восемь месяцев назад. Когда мы здесь, я вот здесь сидел, первый матч Днепром 1.1, потом поражение отстали. Меня спрашивали, сохранить ли Копат и прописку в шейбе. Я бы так уверенно сказал, что сохраним. А я не говорю, что для Копат это достижение или недостижение. Я говорю о том, что когда мы начали работу, ноль очков. На данный момент мы имеем 30. Вот и все. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вы очень долго налаштовали на игру везерика. Уцените у вас, как его входили на бильцы? Ну, я думаю, его раньше выпусили. Надо учитывать тот факт, что он вчера отыграл в Батами за дубль. Зовут двадцать дней. И мы хотели снимать весь его. Ксенза сдвинуть туда-влево. Но тут побежал приносит и сказал, что он себя плохо чувствует. Поэтому пару минут пришлось опять это все переделывать и искать, как это трудно. Ну, залатать эту дырку. Это только с этим связано. Довольно неплохо, уверенно. Я хочу пояснить тот факт, что сегодня заблевали только захисники. Ну, знаете, как обычные нападающие, особенно такие нападающие докладки, они пользуются повышенным вниманием со стороны защитников. И тот паз, который он отдал, утина в центральном защитнике, по территорию, когда Матвиенко забивал. Учитывая, что как зирка обороняется компактно, большим количеством перекрывая середину, то все равно нужно было сделать на стандартах. Мы вчера тоже акцентировали на этом внимание на теорию, что нужны стандартные положения и необходимо вхождение изглубленных, то есть, называемого вторым темпом. Это должны быть либо обороны, но сделал Коля Матвиенко еще лучше. Центральный защитник, как Муш Маслов. Вот, что туда. У меня такой же момент был, был по-моему, в составе. Только он позиции играл, левого защитника не забил. Здесь исполнил, конечно, здорово. Чем было выкрукано замена дотягива? Ну, вот так скажу, довольно, во-первых, мяч забили из-за его ошибки, во-вторых, ну, такая цепь последовательных ошибок. Я просто увидел, что, ну, мне это показалось, по крайней мере, это мое решение, что, как бы, неуверенно себя чувствовал, не знаю, с чем это связано. Поэтому пришлось перестраиваться, вспомнить профильность Матвиенко, что он центральный защитник. Хотя изначально была идея выстрелка. Но, учитывая тот факт, что вчера отыграл два тайма за Добре, я просто думал, что он не выдержит. У нас в прошлом году была подобная ситуация с Матвиенко, ой, с Минашинченко. Он отыграл два тайма за Добре, вышел, и, 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 и потом, чуть больше тайма здесь еще. К концу игры у него суток не смотрел. Понятно, что не восстановлен за 24 часа после игры не восстанавливался. Оценишь, чтобы у вас там был шея? Знаете, мне очень сложно разговаривать. Обычно управление это со стороны тренера. Не через переводчика, если это был англоязычный игрок. У меня он был рабочий игрок. А так приходится через переводчика что-то подсказывать. Я понимаю, что время теряется. В целом, он вышел неплохо, имел два момента, но, к сожалению, не забил. То, что моменты есть, это уже хорошо. Еще есть вопросы? Вы уже спонували отпуск постой? Еще нет. Вы команды выходят через 15 часов. Вы выходите из отпуска, вы выходите из плана, и дальше надеюсь. Будем дякувать вам. Спасибо.